Здесь реально невозможно от всего отказываться. Цены, в принципе, вы знаете, они не во многом отличаются от кафе. И я просто забыла, где мы. У нас отель. Пустил нас сюда бесплатно. Поник-поник-поник-поник. И теперь как-то грустно уезжать. Вот всегда так. Номер один. Все спрашивают, есть ли мне 21 год, и я так подозреваю, что бейсболка делает свое дело на отлично, и я выгляжу моложе, чем я есть. Прекрасно. Номер два. Мы сидим в Hard Drop Cafe. Сто, в котором я вчера купила футболку Hard Drop Cafe и зарядила ее на концерте Lady Gaga. Теперь у меня это просто волшебная футболка. Я буду просто уверенность плюс 100 в ней. В-третьих, мы пришли, так как в Hard Drop Cafe, обедать. Тут невозможно не выпивать. И вообще-то я не пью, но здесь реально невозможно от всего отказываться. И то, что я не буду. Например, вот эти крутые штуки проходят мимо меня. Все вот такие вот очень красивые шейки. Вот такие салаты. И мы заказали легендарный коктейль Hurricane. За годовщину нашей, седьмую годовщину нашей свадьбы. Спасибо, Мош. Вкусный? Ой, сладкий, вкусный. Я такое люблю. Так. Да. В общем, бургер и все. Если хотите посмотреть цены, то, в принципе, вы знаете, они не во многом отличаются от кафе. Вот это в Америке очень круто сделано, потому что куда бы ты ни приехал, везде цены на одежду вот этих топовых брендов примерно одинаковые. И они, естественно, дешевле, чем у нас. Это примерно как... Ну, в сумме два раза, наверное, дороже, если не больше. Ну, короче, реально цены здесь везде примерно одинаковые, и на еду в том числе. И видно, как американцы приезжают сюда именно отдыхать. Они все очень расслабленно чувствуют. Если для нас все равно это не самый бюджетный, далеко не самый бюджетный отдых, и мы, ну, вынуждены чуть-чуть деньги считать, ну, и не чуть-чуть тоже, то здесь люди вообще в отрыв уходят. В казино мы сегодня снова проиграли. Поэтому поедем к нашим счастливым детям. Я уже очень по ним соскучилась. И уже, на самом деле, очень хочется домой вернуться, вообще в Москву, где-нибудь залезть в свою норку. Сегодня мы еле вышли из отеля в 11, потому что мы там проснулись в мягкой кровати и готовы были просто весь день лежа там провести. Это было бы идеально, наверное. Но мы не можем упускать время, которое здесь нам отведено, поэтому путь. А, и сейчас мы пойдем на бассейн в наш отель. Мы уже выписались из отеля. Но есть такая услуга, что мы просто оставили себе карточку, и мы пойдем в бассейн и будем там проводить время, потому что самолет у нас в 9 вечера. То есть мы еще позагораем, поужинаем, и только потом полетим обратно. А, кстати, вчера вот здесь был концерт Леди Гага. Вот в этом театре мы прямо здесь были. Было очень круто, конечно. Даже Вале понравилось. Смотрите, какой бар. Даже подальше отойду, чтобы было видно. Ай, просто я не могу. Лас-Вегас это место, в котором просто все сделано настолько круто. Вот реально, сейчас только что мы с вами определяли, куда дальше нам идти, и я просто забыла, где мы. Потому что тут столько отвлекающих факторов, которые на тебя давят, особенно эти автоматы. Вот он светится, играет, трли-трли-трли-трли, ты выиграла там 7 покупок, и ты эти 7 покупок сидишь... Ой, не покупок, а этих. Да, я же тебе говорю. Да, мы были на открытии Леди Гаги, как выяснилось. Это очень круто, можешь. Короче, тут только изучать и изучать. Вот если первый раз приехал, глаза просто разбегаются в разные стороны. Ни хрена не понятно, честно говоря. Супа 5 долларов, ты в такой играл вчера? Я в такой проиграл вчера, ты хотела сказать. Ой, а вот здесь мы просто идем к поезду между отелями. Это называется «Почувствуй себя в Эрмитаже». Да, там, кстати, Басик. Так, все, мы на месте. Это пляж нашего отеля. Так как Невада, это же пустыня, Лас-Вегас, то здесь, конечно, нет ничего абсолютно водного, поэтому здесь только басики. Нас отель пустил нас сюда бесплатно с ключом, несмотря на то, что мы закончили уже пребывание в нем, и как бы наша регистрация уже прошла. Более того, пока мы сейчас гуляли, мы потеряли ключ от нашего номера, и для того, чтобы сюда попасть, я просто подошла на ресепшн, сказала, что ребят, так и так. Мы сделали чекаут, но потеряли ключ и хотим на бассейн. Он мне просто дал новый ключ, и мы сюда просто зашли. Ну, что я могу сказать? Не позагорать, будучи в Лас-Вегасе, это, мне кажется, критическая ошибка, поэтому сейчас я полежу, зажарюсь и пойду купаться. Интересно, есть какое-то слово, типа там, алоха или там, ну, какое-то приветствие в Лас-Вегасовское? Не знаю, есть или нет, но, короче, ура. Ну что, друзья, подходит к концу наше путешествие по Лас-Вегасу под эту классную песню. Хочется сказать, путешествуйте больше, наслаждайтесь жизнью, будьте свободными. Знаете, больше всего из этого, из этих двух супер насыщенных дней я поняла, точнее, инсайты у меня были не от концепта Леди Гаки, хотя там тоже было очень круто, просто потрясающе. Но больше всего я, глядя на людей, здесь поняла, что мы все свободны, мы все должны жить так, как нам нравится и хочется. Не должны мы быть зашоренными, убирать надо из себя все эти дурацкие саблоны, страхи. И вот все, к сожалению, такое объемное, то, что впаривает нам нынешняя наша телевидение и культура. Живите и радуйтесь. Всем поцелуйчики. Мы полетим к детям, я уже скучаю. Привет, друзья. Сегодня понедельник и мы собираемся домой. Начали мы собираться, наши путешествия заканчиваются. Я сняла для вас заключительный рум-тур у настоящего американца, у настоящей американской семьи. Точнее, девушка будет рассказывать. И осталось пару дней нам на сборы. Я хотела, знаете, что вам сказать? Помните, я снимала рум-тур в американской хрущевке в Бруклине у Эммы? Они открыли свой канал. Я оставлю на него ссылку внизу, потому что многие спрашивали в комментариях под видео о Эмме. И поэтому вот я делюсь с вами. На самом деле интересно за него смотреть. Они очень милые ребята. И муж, и жена, и дети. И поэтому, кому интересно, переходите, смотрите о жизни в Нью-Йорке. Наверняка можно расширить свои границы. Да, точно. У нас уже начинаются последние приготовления и сборы. И если раньше я думала, я так соскучилась по дому, мне так хочется, то теперь как бы мне все еще хочется, я соскучилась. И теперь как-то грустно уезжать. Вот всегда так. Не бывает такого момента, когда все классно. Человеку надо, видимо, пострадать. В общем, мы собираемся, поехали в магазин за последними покупками. Пришлось купить еще, видимо, придется. Еще не купила, но буду покупать еще один дополнительный чемодан. В принципе, для меня это не новость. Мы когда ехали сюда, знали, что придется покупать лишние чемоданы. Но, видимо, проще купить здесь чемодан. Тем более не ломаются, постоянно портятся, чем купить там те кроссовки, которые мы купим здесь в третьей цены. У нас прощальный вечер. Не могу сказать, что мы ни разу этого тут не ели. Наоборот, мы зачастили даже. Но сегодня у нас утром. Не трогай, не трогай. Не трогай. Хотела сказать, кусаются. Я делаю блинчики вечерние. Потому что уже завтра у нас последний день сборов. Вы видите, просто трэш везде все валяется. Потому что надо детей кормить, всех кормить. Короче, ужин, тусовка и все остальное. И готовка. В общем, погнали. Устрица, кстати, сколько стоит? По полтора доллара. По полтора доллара. Вот. Открывать стоит еще 3 доллара, да? Открытые 3, по-моему, стоят. Значит, еще 2 доллара. Слюнки побежали. А, всего лишь на 40 центов? Рабский труд. У нас последняя вечерняя прогулка. Погода замечательная. Прошел дождь. Мы пошли выгулять детей. Собираем все лужи. Это такое забавное зрелище. В горку ехать тяжело. Привыкайте, дети. Такое, конечно, это детство. Прикольный возраст. Когда они просто такие маленькие пузырики бегают. Поньк, 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 поньк. Ты мой сладкий. Осторожно. Вик, давай руку. А зачем же ты так упала? Саша, пошли. Ага, на попку бух. Давай, Даша. В горку работать всегда тяжелее. Ну, а зато, когда окажешься на вершине горы, будет суперкруто. Да. Велик он такой. Все. Мы выехали в аэропорт. Нам нужно проехать 4 часа до Нью-Йорка на машине. У нас полный багажник чемоданов. Чемоданов, по-моему, у нас получилось. 10 чемоданов больших. И 6 ручной кладек. И один маленький. Да, и один маленький. Да, четверо детей все летят с нами. Но в целом я как-то не переживаю, что с ними может встать в самолете. Мы купили прикольные подушки, покажу вам потом. Которые можно положить детям под ноги для того, чтобы они смогли спать комфортно. Летим мы в ночь, в 7 часов вечера у нас вылет. Я думаю, что мы поужинаем, они посмотрят мультики, поиграют. Привыкнут к обстановке и потом по нашим часам лягут спать. А мы, видимо, поспим сидя. Но я готова даже не поспать. И на следующий день уже, чтобы как-то пытаться переходить на режим. Хотя это, наверное, одно из самых сложных занятий, которое связано с поездками различными в Америку. То есть все эти перелеты, это ничто в сравнении с джеклетом, который накрывает. Когда ты просыпаешься ночью и такой, что делать, и это долго длится, и все в обратном сторону тяжелее.